Белорусская делегация продолжает работу на седьмом заседании рабочей группы по сотрудничеству Иркутской области России с Республикой Беларусь. Накануне прошла биржа деловых контактов и конференция для предпринимателей Иркутской области с участием представителей деловых кругов нашей страны. Встреча организована Брестским отделением БелТПП и Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири в рамках седьмого заседания рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Иркутской области. Белорусскую делегацию численностью более 30 человек возглавляет председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко. В ее составе представители крупных промышленных предприятий республики. В мероприятии, на котором обсуждались перспективы торгово-экономического сотрудничества, приняли участие около 90 представителей предпринимательского сообщества Иркутской области. Мы создали условия, где бизнес уже сам выстраивает свои взаимоотношения. И эта двухдневная встреча, я думаю, что для многих варианты развития бизнеса в непростых, сегодня сложных экономических условиях, они есть. И в этом формате мы должны вместе работать. И как правительство, создавая условия, и как организация, которая выполняет определенные услуги по дорожной деятельности, по сельхозпроизводству, все, что связано с утилизацией мусора и твердых бытовых отходов. Вот эти моменты, они, еще раз говорю, фиксируют возможность находить те ниши, которые интересны бизнесу. И как Белоруссии, так и бизнесу Иркутской области в лице Российской Федерации. В выступлениях подчеркивалось, что стороны заинтересованы в укреплении взаимовыгодного сотрудничества и поддержке друг друга. По мнению Юрия Шулейко, эта встреча показала, на каких направлениях сторонам следует сосредоточить внимание. Мы понимаем, какие сегодня пункты нужно дорабатывать, что нужно расширять, или просто уходить в другую сторону, потому что это уже не имеет какой-то необходимости. Но, судя сегодня по заинтересованности, сегодня 36 белорусов приехало для того, чтобы общаться сегодня с Иркутским районом, и 90 представителей бизнеса сегодня Иркутской области. Это очень приятно, то, что мы сегодня видим плодотворные появляются работы. И совсем вот буквально закончилась одна из встреч, которая показывает, что есть вопросы обоюдные, которые нам необходимо сегодня решать, как здесь на оригинальном уровне, так и на правительственном. В этот день, 6 декабря, в Иркутске состоялось открытие сервисного центра открытого акционерного общества «Амкадор» на площадке предприятия «Карьерные машины». Также белорусская делегация посетила одно из крупнейших российских предприятий по производству социально значимых лекарств, производственную компанию «Фармосинтез» и частное предприятие «Энерпредгидравлик», которое специализируется на проектировании и производстве гидравлического оборудования и инструмента для всех отраслей промышленности. А сегодня в Иркутске прошло седьмое заседание рабочей группы по сотрудничеству Республики Белоруссии и Иркутской области. Подробности в следующем выпуске новостей. Субтитры создавал DimaTorzok